Ребят, мы с вами Валерий Бовсуновский. Мы поговорим о новом проекте школы, школы программирования Бовсуновского. Изменения в ее структуре, системе обучения кардинальные. Вот основная мысль. Изучите три языка Python, Kotlin, GSC, пишите сайты, мобильные приложения, а также смешанные масштабируемые приложения, серверной частью интеллектом, обучение разработки с первых шагов. В принципе, самый основной акцент надо делать на масштабируемые приложения. Это основа нашего времени сейчас. Ну, давайте поговорим о школе и немножко о причинах, что меня к этому привело. По сути дела, начал я заниматься программированием в 2009 году, школу начал вести с 2013 года. Ой, так же, наверное, как и многие вот сейчас новички, которые смотрят и думают, неужели я научусь программировать. Ребят, программировать научатся все, любого человека, даже, грубо говоря, обезьяну можно научить программировать. А я сейчас поставил вопрос, чтобы стать настоящим, серьезным программистом, понимаете? Я над этим начал задумываться с 2017 года, над системой, над этой, о которой я сейчас рассказываю. Вы знаете, да, сейчас время от времени, да, у меня двойня в 47 лет, время от времени, да, вот ребята пишут, например, вот Игорь Гориско недавно написал, да, здравствуйте, Валерий Иванович, за этот год много научился у вас школ, накопил знания, попал в интерну местную фирму, которая занимается ВС, делал там проект на Жанго, плюс срез потянул ГИД. То есть у человека пошло. Вы знаете, помните, я вам вначале говорил о масштабируемости? Так вот, сейчас еще один момент упомяну. Когда мы работали с Сергеем Осадчим в ООП, да, работали над интерфейсами, разница между абстрактным классом и интерфейсом. Вы знаете, вот, да, на странице, да, в интернет, ну, полстраниточки написано. Никто не применяет, никто толком не понимает. У нас ушло больше месяца, да, но сегодня Сергей может описать улицу, дом, мир, легко, фабрику, завод, то есть то, над чем он будет работать. Вот это было как бы с одной стороны и проверка, потому что здесь было проектирование, здесь было применение шаблонов. Я посмотрел, что его это подтолкнуло на изучение паттернов. В принципе, это родила разработка. Но к нему мы доберемся позже. С 17-го года я начал думать, как же, как правильнее построить обучение. И когда уже, конечно, сотни учеников выпустились, потихонечку, потихонечку, вот вы теперь видите этот проект. Он разделен на, на данный момент, на четыре раздела. Смысл в том, что все не выходя из кабинета. Раздел подготовка. Раздел подготовка мы будем рассматривать здесь Linux, Debian и ID. Чтобы человек пришел, настроил систему, поставил ID и мог работать. Потому что поэтому возникала куча вопросов. То не получается, то не умею. Теперь сразу отвечу на вопрос по Windows. Я не против Windows. У меня нет такого, что вот ты на Windows, а я на Linux. Нет. Ребят, здесь работает обычная профессиональная логика. Понимаете? Windows это пользовательская система. Например, человек, который сидит в банке, он весь день работает с одной программой, ему Windows удобно. Если вы программист и говорите не, я буду на Windows, я на Linux не буду. То есть вы говорите следующее, я хочу программировать, но с командной строкой я работать не буду. Потому что Linux это командная строка. Это противоречие. На самом деле, если вы хотите стать программистом, то Linux у вас должен быть в крови. Поэтому мы будем работать с DBAN, с DBAN настольной системой и с DBAN серверами. Чтобы проще. Все остальные вы там можете поставить, все что угодно. Я буду показывать DBAN, наверное, Gnome, как поставить. Серверами уже есть уроки. Так. Значит, смотрите. Чем, чтобы еще вопросов не было. Чем отличается, если так взять абстрактно, Linux и Windows? Представьте новогоднюю елку. Вот елку с игрушками. Вот смотрите. Если брать вопрос с Windows, то елка это Windows, а игрушки это вот ваши программы. Вы не можете не изменить ветки, что просли елки как-то. Ничего не можете. Вы можете только навешать. Вы там гость. В Linux вы и есть сама елка. Хотим ветки выше, ниже делаем. То есть, хотим цепляем игрушки, хотим нет. То есть, Linux это и есть сам мир, сама система, которую вы можете изменять по своему усмотрению, полностью лепить под себя в сервере. На сервере это одна версия, где-то другая версия, но самое важное, что вы будете полностью работать с командной строкой, это нам облегчит работать с языками. Итак, когда мы подготовились, мы начинаем переходить к второму разделу, с нуля. ранее в школе изучалось просто Python, да, для новичков, дети, которые понимали, даже дети с 6 лет, потом где-то с 15 по 17 год я пришел к выводу, что изучение нескольких языков, оно очень классно, очень классно. Секунду. Вы знаете, я вот постоянно заочитываю, но в принципе тогда меня как вообще сильно пробило, просто я увидел насколько вырос Сергей в языках после изучения второго языка, на себе я как-то так вот не замечал, ну, когда с стороны тогда совсем видно, но вот Сергей тогда писал, да, это было 2018 год, я не хотел изучать Котлин сейчас, хотел пройти сначала по это, узнал, что Котлин мобильный рынок, я посчитал, что выпускать нельзя, ну, так пропустим, несколько месяцев все было как в тумане, единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать, я вымытан, меня вырубает закон, руки начали опускаться, сомнение навалилось нормально, я думал, что я ничего не понимаю, но это только так казалось, на самом деле я все понимал, просто мне еще не открыла вся картина, но картина открылась, само до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между Пайтон и Котлин, ребят, абсолютно верно, абсолютно верно, значит, смотрите, дело здесь еще немножко в другом, Сережа все очень правильно отразил, у меня такие же когда-то чувства были, смысл в том, что, когда вы изучаете несколько языков, вот представьте себя в жизни, да, вот вы что-то новое, где-то, как только вы поняли принцип, все дело пошло, так вот, в языках то же самое, пока вы долбите один язык, и я так потерял, помню, с 2013, 4 года, да, у вас нет сравнения, когда вы начинаете изучать несколько языков, на самом деле, то, ребят, смотрите, строка в Пайтон, строка, это набор символов, либо набор, либо последовательность, либо массив, да, в Котлин, в Джи Си, в любом языке, строка есть строка, по сути дела, ничего сложного, времени мало, результат большой, начинает что приходить? Осознание, устройство языков, мы начинаем уже думать языком, именно у нас начинается, в голове прокручиваться, так, в Пайтон это так, Котлин так, а есть ли это здесь? Ага, есть, а что здесь еще? Вот так-так, то есть, вы просто независимо от себя, начинаете совсем по-другому мыслить, и все это благодаря тому, что вы работаете с несколькими языками, я сейчас рассказываю о системе, о системе, вы должны понять, но с нуля, вот мы говорили, мы будем изучать три языка, Пайтон, Котлин, Джи Си, почему такой выбор? Ну, Пайтон, это Джанго, не забывайте, что на Джанго написана серверная часть Инстаграма, да, а Морда на Джава, на Пайтон можно написать все, Пайтон прост, но он очень мощный язык, при правильном применении, Джи Си, Джи Си востребован везде, и здесь я бы хотел, мы, забегу вперед, мы с нуля изучим Джи Си, а в становлении изучим тоже пару фреймворков, но основных, это Метеор и Экспресс, чтобы можно было делать и веб-сайты, и мобилы, возможно вам кому-то понравится работа с Джи Си, но по крайней мере я добиваюсь немножко другого, я добиваюсь того, чтобы вы сделали сайт, могли работать, встраивать в него Джи Си, и если вам понадобится масштабируемое приложение, вы его сделаете на Котлин, через API передадите данные, и у вас будет проект, допустим, сайт на Пайтон, мобильное приложение на Котлин, почему выбран Котлин, Котлин это следующий шаг продолжения Джава, будем говорить, я всегда так говорю, но он довольно прост, там, в принципе, есть то, что, о чем могли только мечтать, не могли даже мечтать раньше люди, которые занимаются с языками, там, плюсы, либо Си, это такие вещи, как автоматическая очистка памяти, это такие вещи, как автоматическое определение типов, это такие вещи, как карутины, сопрограммы, когда мы просто, тупо не меняя приложение, добавляем процесс, и пишем там какое-то что-то новое, ничего не ломая, понимаете, все три эти языка, они полностью вписываются в современность, они довольно просты, они перекликаются, имеют мощное ООП, они, имея эти три языка, можно сделать все что угодно, предложение любой сложности, но для нас, как для тех, кто людей, которые изучают языки программирования, основным в изучении трех языков будет то, чтобы мы начали понимать структуру языков, чтобы за короткое время мы прошли быстрее три языка, при этом на выходе получили, что открыв любой код и любой язык, мы будем его понимать, профессиональная подготовка, профессиональная подготовка, основным этапом с нуля я все-таки ставлю на такая вещь, как привычки, мы начнем с привычек, это работа с Жупитер, это работа со справкой, ну много почитайте, то есть очень важно привычки, привычки правильно, потому что привычки это как грибные винты, я это очень хорошо подмечал в школе, одни люди что-то убирают, а другие следуют определенной системе, то есть об этой системе будем говорить при работе с кодом, будете смотреть привычки и все поймете, чтобы мне сейчас не терять времени. И эти привычки, если вы их правильно сделаете, будете воспитывать, то они вас вытолкнут всегда как грибные винты, корабль. Почему? Потому что на самом деле зачастую человек изучает и любое изучение, любой стиль это тоже привычка, допустим это пропущу, это я вроде как понимаю, но тут и так получается одно дырявое. Нет, ребята, надо система привычек работы с кодом, тогда будет все нормально. В разделе становления мы будем изучать, мы изучаем уже готовые приложения, пишем свое, изучаем фреймворки, Django, Express, Meteor, то есть уже работа с приложениями. Далее добавится искусственный интеллект и многое другое. Но самое основное, ради чего все это делалось, разделы разработка. Это то, что я рассказывал, когда мы работали Сергеем Масачем. Вот вы подумайте, с чего начинается разработка. Вот вы программист, у вас есть определенное техническое задание, там описать 10 домов улицы. И вы знаете, если, как должны вы уже соображать, если вы думаете, а как действительно это, начинаете перебирать варианты и не уверены в этом, это уже плохо. Это значит, страдает разработка. А не то, что страдает, а просто вы никогда этим серьезно не занимались. А с другой стороны, если бы вы начали размышлять так, что, ага, по сути дела я сделаю абстрактный класс, то есть интерфейс, потом сделаю абстрактные классы, потом уже конкретные классы. То есть у вас уже в голове выстраивается структура. Но эта структура, чтобы начала выстраиваться, вот это и есть обучение разработки. То есть в языках мы будем изучать на примере Python, но он переносится на Kotlin, на GC. Почему? Потому что, в принципе, все принципы ООП, они одинаковые, да? Только там по-разному записываются, но принципиально оно работает одинаково. И конструкции в объект ориентированном программировании где-то в языках совпадают, а где-то их больше, где-то меньше. Ну, например, возьмем простой пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Если мы возьмем декоратор, да, то, по сути дела, я помню, когда Сережа Асачи, я ему дал, по-моему, по-моему, Панда сказал, вот посмотри, это написано на миксинах, есть приложение, написано на декораторах. Но вот понимаете, когда человек задумывается, а что такое декоратор? И вы знаете, иногда даже смешно наблюдать. Начинает описывать декоратор, как понапишут цифры. Но вы знаете, тяжело разобраться и сам не понимает. Он понимает, вроде как это работает, но зачем и где не понимает. Поэтому в разделе разработка мы будем заниматься вопросом таким, чтобы мы могли конструкции питон применить в жизни. Например, каждый из вас каждый день пьет чай или кофе, правильно? Кружка та же, чайник тот же, вода та же, только меняется чай и кофе. Так, ребята, это же есть декоратор. То есть, по сути дела, есть метод, да, где есть кружка, где есть все те же компоненты, только надо заменить кофе, да. С одной стороны, мы пишем декоратор вместо чая кофе. Все. Смотрите, ведь каждый день вы с этим сталкиваетесь в жизни. Но соотносите вы, что вы сейчас вместо хотели чая, а потом решили попить кофе, что вы в коде могли бы применить это как декоратор. Вы так когда-нибудь размышляете? Вот я постоянно размышляю, и вас буду этому учить. Или можно не только декоратор, можно, допустим, миксинг. Вопрос. Многие новички сидят, а что такое миксинг? Вот, ребята. Вот поэтому и надо учить разработку. Понимаете? Вопрос не в том, что понять, как работает декоратор только, или что такое миксинг, как он работает. А вопрос в другом. Понять, что это за конструкция в принципе. Какие она имеет свойства? С чем она работает? Как она соотносится к коду? Где она применима? Как она соотносится к жизни? Вот когда мы ответим на все эти вопросы, ага, декоратор можно кофе, миксинг тоже можно кофе. Ага. А что можно при помощи интерфейса делать? А что это, собственно, такой интерфейс? А как он применим? Какие имеют свойства? Ребят, так это же все должно всплыть. Это должна быть информация, правильно тут сказать, первичная, которая у вас отложена в голове. И уже отталкиваясь от этой информации, мы начинаем, допустим, поступило задание описать улицу, мы начинаем уже в голове перебирать. А как мне реализовать? При помощи интерфейса, где применить декораторы, применять или не применять миксины, ага, в косвенном миксинге нету, чем я заменю. А, есть миксины, там нету множества наследования. Смотрите, понимаете, вот это глубокое накладывает, самый главный отпечаток и дает дорогу в жизнь, вот почему и родилась школа. ради вот этой разработки. Поэтому я решил, что надо все полностью переписывать и соотносить. То есть вы поняли, что я имею под пониманием разработка. это не просто написать код и понять, а вот как работает. Это научиться в реальности применять и понимать и применять и в жизни, и в коде, и включить в процесс размышления. Но чтобы, извините меня, повторюсь еще раз, включить в процесс размышления, по крайней мере, надо знать вдоль, поперек, сзади, спереди, что это за конструкция. На самом деле конструкция, ребята, немного. Изучив на принципе Python, мы можем это легко применить на Kotlin, в JavaScript и в любых языках, которые, допустим, мы будем касаться ООП. В принципе, то, что я хотел рассказать, я рассказал, то, что там буду писать, не буду писать код, это я даже не рассматриваю. У меня в школе всегда писали все, начиная там с детей с шести лет. Сейчас я говорю немножко о другом. Я вам рассказал о подходе. Все, ребят, сайт spb-tut.ru все разберетесь, дальше почитаете. Спасибо за доверие.